Когда мы начинали этот проект, у нас были какие-то внутренние сопротивления с коллегой и санны. Как это доносить до людей, что вот есть куча всего, что можно делать, и чтобы они это как заразились и начали это провоцировать в своих соседях. Понемножку, понемножку мы поняли, что это действительно про жизнь, это про людей, это не через какую-то указку, они сами фантазируют, и это идет именно от мечты. Как мы говорим в своих обучающих семинарах, деятельность некоммерческих организаций идет либо из беды, либо из мечты. Вот мы как раз про мечту и про любовь. Сибирский центр скоро отметит свое 30-летие, и все эти годы главная миссия Сибирского центра поддержки общественных инициатив – это развитие гражданского общества. Если одной фразой охарактеризовать, что мы делаем, мы помогаем помогать. Помогаем делать жизнь людей лучше, чтобы сами люди понимали, что они могут менять качество своей жизни. Проект «Соседские центры как инструмент развития территории» – его главная цель – дать людям возможность попробовать себя в развитии своей территории, своего села, своей улицы, своего подъезда. Идея поселка для многодетных была в том, чтобы это был поселок, в котором было возможно воспитывать детей. Не только вот ты сам воспитываешь детей, но и тебе в этом помогают твои соседи. Чтобы влияние на ребенка было именно сообщество. То есть это вот была одна из основных, как это сказать, целей, основных задач. И поэтому для нас соседские отношения – это очень важно. Все-таки семьи такие особы, в которых рождение детей воспринимается не просто как благословение Божие, а как приумножение, такое благодать, как основной такой смысл в жизни. Во всех семьях много деток. И вот, если представьте, несколько семей таких как бы собираются, и как бы какая-то идея объединенная. Это такой особенный такой дух в мире, в котором сейчас, ну так, кризис семьи, так мягко говоря, семьи разрушаются. Здесь они, наоборот, создаются. Основным результатом нашего взаимодействия Сибирского центра и соседского сообщества «Семейная сказка» стала реализация почти 13 социально значимых проектов, идей, которые вот в этом сообществе были реализованы. Это и гончарная мастерская, это и огород пряных трав, и масса еще всего. И главное, что мы много говорили о том, как выстраивать диалоги и взаимодействие с соседями. Еще, знаете, мы всегда рассуждали, как выстраивать вот эту вот дружбу и взаимодействие с соседними, например, там населенными пунктами, там микрорайон города есть, да Винчи, есть еще микрорайон Горки. И как подружить детей? И когда мы видим такую проблему, например, что как-то вот начинаются какие-то такие вот вопросы непонятные между соседскими населенными пунктами, мы говорим, а давайте сделаем, например, гончарную мастерскую и пригласим всех людей, всех детей. Или, например, они делали такие музыкальные вечера, и на эти музыкальные вечера, конечно, приглашали гостей из соседних населенных пунктов. Ну и мы вот эти все цепочки помогали налаживать. Благодаря проекту фонда президентских грантов, мы, работая с соседским сообществом «Семейная сказка», смогли членов сообщества этого и других соседских сообществ, которые были образованы в результате этого проекта, включить в образовательную программу большую, на которую мы приглашали очень опытных экспертов и рассказывали нашим инициативным жителям о том, как выстраивать все процессы в сообществе, и как это работает. Кроме того, мы сделали портал, на котором были зарегистрированы соседские сообщества. Условно, у них есть свое место в интернете, и на этом сайте они могут и взаимодействовать, и смотреть друг на друга, и пользоваться им как инструментом для того, чтобы делать какие-то голосования и так далее и тому подобное. На сайте нашего проекта, он называется соседи-со.ру, и там вся информация о нашем проекте, она присутствует. Каких-то специальных социологических измерений мы не делаем. Наша миссия, мы энергией заражаем, и потом, если люди схватывают ее, они приходят к нам на консультации. Конечно, мы таких отслеживаем. Мы не заточены на то, что говорим, вот вам необходимо KPI какие-то поставить, вы должны в этом году выиграть как минимум один грант, такого нет. Самое главное – показать людям, что это есть, это бывает, и это в силах каждого человека, если в этом разобраться. К тому же государство к этому предлагает определенные усилия. Вот такие проекты есть, такие примеры есть. Берите, делайте. Мы решили в прошлом году с помощью фонда «Большая перемена» поставить теплицу. Мы выбрали засухоустойчивые растения, прочитали, что дыня к ним относится и арбузы. Вот у нас с одной стороны дыни, с другой стороны арбузы. И вот уже, как вы видите, уже плоды зреют дыни, мы уже пробовали. Мы были в теплице, и там срезали дыню. Это вторая дыня за этот сезон. И это очень круто. Это называется «Появляются плоды». Плоды таких, знаете, низовых инициатив. Люди объединились, дыни созрели. И знаете, что было самое крутое, когда мы сегодня ее ели? Она была сладкая. Обычно сибирская, она такая, немножко рассыпчатая, как картошка. А эта сладкая. Вот чем больше таких дынь будет, таких сообществ, таких людей, таких объединений, тем более сладкой наша будет жизнь. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok